Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про коэнзим кофермент Q10. Энергия для митохондрии сердца, мозга и всего организма. Q10 это жирорастворимый кофермент, который синтезируется у нас в организме и необходим нам для генерации АТФ. То есть для образования энергии, без которой нам не жить. Лучший в мире Q10 липосомальной формы. Ссылку на него я оставлю вам под этим видео. Также он участвует в терморегуляции организма, а также обладает рядом важных функций от антиоксидантных, то есть защиты от свободных радикалов, до поддержания здорового состояния сердца, мозга, печени, почек и других органов. Кофермент. Ко означает помощь, то есть сопутствие ферментам. Да, ферменты есть не только пищеварительные. У нас в организме тысячи биохимических реакций, везде работают свои специфические ферменты. В том числе и на мембранах митохондрий. Q10 он же убихинон, по латыни вездесущий. Почему? А он есть во всех клетках нашего организма. В первую очередь он связан с митохондриями. А митохондрии есть в каждой клетке организма. Именно они и вырабатывают энергию. Это наши энергостанции организма. Q10 содержит 10 углеродных атомов в своей структуре. Потому и Q10. Он может легко присоединять и отдавать ионы водорода. Запомните это. Он существует в разных формах. И у него две важные задачи. Это мощный антиоксидант и стабилизация мембран для сохранения заряда. Вот об этом подробнее и поговорим. Да, он легко отдает и присоединяет атомы водорода. И это его уникальное свойство используется в митохондриях для выработки энергии. И это происходит на внутренней мембране митохондрии. А для этого надо, чтобы между наружной и внутренней мембранами митохондрии попали ионы водорода. Они берутся из цикла Крепса и могут быть принесены вторым возможным путем к нам в организм с так называемой водородной водой. Со свободными, избыточными в воде ионами протонами H+. Но об этом в самом конце в двух словах поясню подробнее. Итак, три главных свойства Q10. Первое свойство. Конзим Q10 проводят эти самые протоны H+, через мембрану на внутреннюю ее поверхность. Он еще также транспортирует электроны в саму мембрану. Создается разность потенциалов. Потом протоны проходят через мембрану на внешнюю ее сторону, через определенные ферменты. Главным из которых является АТФ-синтаза. При взаимодействии с электронами самой мембраны при прохождении протонов через мембрану и вырабатывается энергия АТФ. Но образуются побочные продукты этих реакций. Электроны мембраны воздействуют на молекулярный кислород, который присутствует везде. И кислород О2 превращается в атомарную его форму О. Далее эти атомы соединяются с водородом, образуя воду. Так нейтрализуются побочные продукты энергообмена в митохондриях. Но это в идеале и не всегда так бывает. И потому второе свойство Q10 следующее. Если между мембранами накапливается много атомарного кислорода, то тогда формируются реактивные соединения кислорода. А это ведь свободные радикалы. И они повреждают мембраны и даже сами митохондрии. И здесь уже второй раз на помощь приходит Q10. Он нейтрализует реактивные соединения кислорода. Он ловит свободные радикалы, устраняя их. Третье свойство Q10. Q10 способен без фермента АТФ синтазы обратно проводить через мембрану на внешнюю ее сторону ионы водорода. При этом АТФ, конечно, не генерируется, но повышается температура. Так происходит регулирование температуры тела. И главная роль здесь принадлежит тоже Q10. Кстати, активные изнурительные физические работы, тренировки истощают запасы Q10 и приводят к образованию большого количества реактивных молекул кислорода. Это кто активно занимается спортом или физической работой, изнуряющий более часа подряд. Но есть и другие важные свойства Q10. Вот они. Чем выше активность Q10, тем меньше шансов потолстеть. И, напротив, если вы начали с возрастом толстеть при одинаковом питании и нагрузках, то у вас точно есть дефицит Q10. Но оказывается, Q10 присутствует не только в митохондриях, но и во всех других мембранах любых клеток. Он, например, переводит витамин Е в его активную форму, поднимает количество защитных лимфоцитов, в том числе и НК клеток. То есть тут можно говорить о его противораковой защите. И еще противовирусной борьбе. Он уменьшает возникновение и развитие атеросклероза, увеличивает синтез оксида азота, таким образом сосуды расширяются, и повышенное артериальное давление, у кого оно есть, снижается. Отсюда вывод Q10 принимать людям обязательно, у кого повышенное артериальное давление. Кстати, где больше всего митохондрий? Каким органам нужна энергия в больших количествах? Сердце, печень, почки, мозг и, конечно же, мышцы. Q10 снимает слабость мышц. Важен он и для увеличения активности сперматозоидов. С возрастом количество синтезируемой Q10 всегда снижается. Но не у всех одинаково, как и при саркопении. Но это когда количество мышечной массы всегда с каждым годом жизни, начиная с 35 лет, снижается. Примерно на полпроцента, иногда на 1% в год. Об этом уже было у меня в видео. Это происходит точно так же, как снижается и масса костной системы с возрастом, и масса любых внутренних органов. Особенно Q10 не хватает при кардиомиопатеях, паркинсоне и любых аутоиммунных заболеваниях. Очень важный нюанс. Статины, как известно, снижают уровень липопротеинов низкой плотности и холестерина в целом в крови. И кому-то временно они нужны, у кого повышен холестерин, но только временно, а не на постоянной основе. Но пока вы приведете в порядок печень и кишечник, когда вы измените, наконец-то, кардинально свое питание, которое и привело вас к повышенному холестерину в крови. Не изменив, вы ничего не измените, поэтому пожизненно будете применять те же статины, а они безумно вредны. У них есть много побочных негативных эффектов. Один из них – статины снижают синтез коэнзима Q10. Какой вывод? Людям, которые принимают статины, необходимо, жизненно важно, применять дополнительно, искусственно, коэнзим Q10. Хороший, качественный коэнзим Q10 Можно купить в составе комплекса эйкозим Q10, куда входит эйканол, то есть комплекс полиненасыщенных жирных кислот. Главный из них – это ЭПК и ДГК. Потом коэнзим Q10 и альфа-токоферол ацетат, то есть витамин Е. И именно этот комплекс оптимален для получения Q10, усвоения и для вовлечения его в биологический оборот в организме. Да, и очень важный акцент хочу сделать. Вот посмотрите два видео, хотя бы два. Это про то, как в советское время делались БАД, а ведь это препарат профессора Исаева и Казим Q10. Вы прочтите, что это такое, и по ссылке, перейдя на товар, да, когда зайдете, и посмотрите видео. Это и, соответственно, второе про профессора Исаева, где непосредственно его интервью взято. Данный Q10 липосомальной формы лучшей в мире. Ссылку на него я оставлю вам под этим видео. Кто не смотрел эти видео, посмотрите обязательно ссылки на них под этим видео. Но всем нужно поднимать количество спящих, митохондрий. Было видео у меня про это. Необходимо наращивание мышечной массы и нужны кардионагрузки. Об этом тоже у меня было видео. Да, подвижность, физический труд увеличивают количество и митохондрий, и синтез Q10. Так же, как, соответственно, и синтез АТФ. Поэтому кто занимается активной физической работой, трудом всю жизнь, это более энергичные люди. Кто не двигается, ссылаясь на разные глупости, всякие там болезни, и тем более возраст, если вы только, конечно, нележачий, больной, инвалид. Посмотрите мое вот это видео про Зиновьева, который в 106 лет делал стойку на голове каждый день. Помимо прочих физических упражнений. Особенно это важно будет для тех, кому 50-60 лет, а уже говорят, что вы хотите, возраст. При тотальном дефиците питательных веществ всегда есть дефицит Q10. Просто не хватает сырья для его выработки самим организмом. И скоро я скажу, каких именно веществ. При воспалениях в организме и аутоиммунных заболеваниях, после инсультов, инфарктов, жизненно необходим Q10. И потому вывод еще один следующий. Если у вас были инфаркты, инсульты, если вы предрасположены к этому, у вас ишемическая болезнь сердца и тому подобное, тогда непременно принимайте Q10. И гинго-белоба. Хотите, чтобы я сделал видео о гинго-белобе, о его лечебных свойствах? Напишите тогда под этим видео об этом обязательно. У кого мигрени, болит голова, у кого с памятью проблемы, кто много физически трудится, кто быстро устает, нужен и Q10, и желательно Т8-экстра, плюс дегидрокварцетин и куркума с черным перцем. Ссылки на соответствующие видео будут даны мною, как всегда, под этим видео. Итак, для естественного синтеза нашим организмам Q10 нужны три фактора. БАДы, которые содержат витамины В2, В6, В12. Их можно получить из натурального продукта хлорелла. В спирулине тоже есть все эти витамины, кроме В12. А также необходима физическая активность. Органические, самые лучшие. Хлореллу, спирулину вы можете приобрести по ссылке, которая будет под этим видео дана. Внимание, появился уникальный препарат, содержащий в себе все витамины группы В. И особое внимание в липосомальной, то есть полностью усвояемой форме. Ссылку на него и на все то, о чем я вам уже сказал и скажу далее, я оставлю вам прямо под этим видео. Главное для синтеза КУ-10 это физическая активность. И лучшие упражнения, их комбинации, это подъем в горы, либо по лестнице вверх-вниз. Кстати, тот же Зиновьев, когда переехал из центра Москвы на окраину, он ходил на седьмой этаж, каждый день вверх-вниз, пешком, не пользуясь лифтом, до своих почти 110 лет. Ну а теперь вопрос, сколько же принимать КУ-10? Так вот, обязательно более 100 мг в сутки необходимо. Почему? Дело в том, что из ЖКТ его усвоение в кровь будет не более 5%. от приема. Лучше принимать от 200 мг и выше. Тогда по равным количествам 2 раза в день, скажем по 100 мг или по 150 2 раза в день. Можно сразу после еды, пища должна быть жирной, поскольку это вещество жирорастворимое. По дозировке не переживайте, это немного. Есть те, кто вынужден принимать по 2000 мг в сутки, ну скажем при специфических генетических заболеваниях. И еще, КУ-10 очень важен для предотвращения повреждений ДНК. По сути, для профилактики любых воспалений и рака. И помните, в начале видео я говорил про водородную воду? Что это второй путь, как можно получать жизненно важные ионы водорода, помимо цикла Крэпса. Да, это водородная вода. Просто посмотрите вот это видео о персональном генераторе водорода и свободных электронов Нео Пенни. Ссылку на сам прибор, естественно, как и на видео, про которое только что сказал, я ставлю вам прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. На другой прибор, аналог попроще, и на две проточные системы. Знаете, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!